Дорогие мои подписчики, меня зовут Полина. Шью много, уже устала от лоскутков. Для удобства рассортировала их все по типам тканей. Это у меня хлопчатобумажные лоскутки. Специально собирала полоски. Ширина их больше 3 сантиметров, длину старалась брать больше 10 сантиметров. Все, что мельче, идет в пиццу. Почему именно 3 сантиметра? Считайте сами. Полтора сантиметра уйдет в швы и останется совсем узкая полоска. Почему 10 сантиметров? Я уже собирала такие заготовки, отбирала короткие отрезки по 8 сантиметров. Теперь использую те, что подлиннее. Не люблю делать лишние срезы. Чем крупнее деталь, тем крепче изделие. Не могу пройти мимо безобразия. Так и хочется принять участие. Первым делом надо все ткани проутюжить. Когда начинаешь шить новый проект, даже если это просто заготовки. Всегда где-то есть мысль, как лучше использовать их дальше. Даже если конечное изделие получается совершенно другим. Есть много вариантов, как шить такие заготовки. Их можно нашивать на ткань, на бумагу, на кассовую ленту. Я их все пробовала. Некоторые понравились, другие не очень. А в этот раз в качестве основы решила взять клеевой флизелин. Самый недорогой. Клеится сухим утюгом. Он плотный и жесткий. Из него нарезала полоски шириной 10 сантиметров. Конечно, что вы возьмете для основы, зависит от вашей ткани. Да ты ж моя красавица, ты юника от фирмы эффектив. Заждалась ты меня, родная. Сейчас будем шить. На подготовленные куски флизелина укладываю наши лоскутки и прокладываю строчку. Двое разговаривают. У вас стиральная машина индезит? Не, не индезит. Вот раньше индезела. А сейчас нет. А стиральный порошок персил? А он должен был персить? Так вот, когда мы прокладываем строчки, ничего заранее не отмеряем и не отрезаем. Единственное, мне хочется все срезы сделать прямыми. Поэтому непосредственно перед накладыванием лоскутков можно их подровнять. Нитки не обрываем, шьем сразу много заготовок. Если позволяет длина лоскутка, то пришиваем его сразу на несколько частей. Лоскутки и заготовки располагайте так, как вам будет удобно. Шов будете прокладывать справа или слева. Смотрите сами. Перевернуть недолго. После того, как прошили полоску, ее отгибаем, расправляем, руками разглаживаем шов и пришиваем следующий лоскутик. Так мы заполняем всю основу. Заготовки я делала не очень длинные, по 40-50 сантиметров. Так с ними легче работать. Теперь следующий шаг. Тщательно все проутюжим. Эта клеевая у меня клеится только сухим горячим утюгом. Для укрепления хлопковых тканей она хорошо подходит. После утюга надо подровнять края заготовок. Это легко сделать, ориентируясь на край клеевой основы. Такие полоски лучше нашивать и готовить сразу, когда их немного, а уже потом использовать по мере необходимости. Я все откладывала это дело, а теперь пришлось три дня сидеть и шить эти лоскутики. Хранить их удобно в свернутом виде. Просто закручивайте такие рулончики или просто стопочками в коробке. Кому как удобней. У меня получилось примерно 10 метров такой ленты при ширине 10 сантиметров. Куда и как ее использовать? Посмотрите, вот несколько примеров. Это все мои работы, это старые мои видео. Можно использовать как сумку, можно из них сделать коврик, сидушку. Такими полосками можно сделать отделочный край для лоскутного одеяла. Или посмотрите, возможен еще и такой вариант раскладки, когда мы берем квадратики и обшиваем такими полосочками. Но я решила пока не торопиться, отложить эти заготовки до лучших времен. Но вам дала идею. Творите с удовольствием, подписывайтесь на канал, заходите почаще. У меня много идей и всегда рада с вами поделиться. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok